На самом святом месте Земли был построен храм поразительной геометрической точности и симметрии. Для многих возрождение этого архитектурного памятника древности – прежде всего исполнение библейского пророчества. Место действия – Израиль. Время действия – 2060 год. Провидцем стал один из величайших ученых в истории человечества. Он писал, что восстановление этого храма связано с пришествием Антихриста и близким концом света. На протяжении тысячелетий пророки предсказывали конец света. И многие верят, что роковая дата приближается. Теоретические совпадения между пророчествами о конце света и реальными событиями наших дней получили название «Эффект Нострадамуса». Исаак Ньютон – гениальный ученый и один из создателей классической физики. Он разрабатывал дифференциальное и интегральное исчисление и открывал законы, управляющие движением небесных тел. Но у Ньютона была и темная, мистическая сторона. Исследователь был убежден, что ему удалось разрешить загадку библейского пророчества, якобы указывающего на 2060 год, как на дату Армагеддона. И это только один из прогнозов великого английского ученого, жившего с 1643 по 1727 год. Возможно, ему удалось предсказать события, которые будут предшествовать возвращению Мессии на Святую Землю для битвы с Антихристом. Ньютон был очень замкнутым человеком. Человеком, полностью сосредоточенным на своем внутреннем мире. Своими открытиями он делился только с узким кругом последователей. Согласно их свидетельствам, Ньютона больше увлекала теология, чем наука. Историки утверждают, что Ньютон неустанно изучал Библию, в особенности книгу пророка Даниила и откровения Иоанна Богослова. Что же он пытался открыть для себя в этих сакральных текстах? И какими математическими формулами пользовался для расшифровки древних пророчеств? О чем свидетельствуют предсказанные ученым события, которые постепенно начинают сбываться? Мы не станем ни опровергать, ни подтверждать эти теории, а просто изложим факты. В 1936 году в Лондоне на аукционе Сотбес была выставлена на продажу коробка с таинственными бумагами, о которых в течение 200 лет ничего не было известно. В этих документах была скрыта зловещая загадка. Закодированные сообщения и сложные математические формулы, по мнению автора, указывали на точную дату конца света — 2060 год. Все вычисления были основаны на сведениях, взятых из Библии. Но кто смог расшифровать код? Сам Исаак Ньютон. Человек, чье имя связано прежде всего с рациональным миром науки. Мне кажется, что многие так заинтересовались этой историей про 2060 год, потому что для большинства из нас все это явилось в полной неожиданностью. Кто бы мог подумать, что Исаак Ньютон, которого массовая культура считает холодным рациональным мыслителем, увлекался библейскими пророчествами. Все тайные открытия Ньютона основаны на самом тщательном изучении Библии. Историки считают, что он не осмелился опубликовать свои откровения при жизни из-за их радикального и даже кощунственного характера. В то время поднимать вопросы веры было еще достаточно опасно. Некоторые свои размышления о божественной сущности Ньютон был вынужден скрывать всю жизнь. В середине 17 века в Англии казни и преследования на религиозной почве были довольно частыми, так что ему было чего опасаться. Ньютон не собирался рисковать своей свободой. Он писал, «Я должен отложить то, что я пишу, до тех пор, пока я сам уже не буду служить препятствием». Пройдет больше двухсот лет, прежде чем пугающая истина, скрытая в его бумагах, будет придана гласности. Ньютон был убежден, ему удалось разгадать загадку священных библейских текстов. Ученый считал, что он раскрыл великую тайну апокалипсиса. Ньютон с огромным интересом изучал самые разные библейские тексты, пытаясь понять, какое значение они имеют для вычисления хронологии финальных событий в истории. Но что именно писал Ньютон про 2060 год? Как ему удалось примирить свои духовные поиски с научными изысканиями? И самое главное, почему о его зловещем пророчестве так долго ничего не было известно? Для начала надо попробовать лучше разобраться в религиозных взглядах Ньютона. Согласно общепринятому мнению, он считал себя образцовым христианином, ведь Ньютон долго и скрупулезно работал над толкованием священного писания. Для него Библия была прежде всего голосом Бога, говорящего с человеком. По мнению некоторых экспертов, знаменитый ученый предсказал события наших дней. Войны, эпидемии и экологические катастрофы, которые должны увенчаться концом света в ближайшие годы. Ньютону была близка концепция апокалипсиса конца времен. Он считал, что в какой-то момент человечество прекратит свое существование в результате божественного вмешательства. Интерес ученого к библейской хронологии связан с его желанием вычислить дату финальной битвы добра и зла. Историки считают, что Ньютон ни с кем не делился своими поразительными находками. Но если это действительно так, и ученый сделал столь фундаментальное открытие, то почему он решил сохранить его в тайне? Ньютон никогда не публиковал никаких работ, посвященных библейской хронологии, и не без оснований. Нет сомнений, что заключение Ньютона, основанное на анализе библейских текстов, церковь сочла бы святотатством и угрозой существующей религиозной иерархии. Ньютон прекрасно понимал, обнародование его исследований может привести к жестоким гонениям со стороны духовенства. Разгадка библейского кода превратилась для ученого в настоящую страсть, которая возобладала над рационализмом. Ньютон считал исполнение своих пророчеств лишь вопросом времени. Получив доступ к вычислениям Ньютона, исследователи проанализировали библейские тексты, якобы связанные с апокалиптическим кодом. Но чтобы разобраться в процессе расшифровки, им пришлось по-новому взглянуть на личность ученого. Общепризнанно, что два величайших научных гения в истории человечества — это Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн. Строго говоря, практически вся современная наука строится на их открытиях. Вклад Ньютона в развитие нашей цивилизации колоссален, особенно если мы говорим о законах движения тел. Этот одержимый духовным поиском исследователь сделал фундаментальное открытие в области оптики, астрономии, математики и физики. Благодаря ему значительно расширились границы рациональных знаний, основанных на наблюдении мира, в котором мы с вами живем. На момент своей смерти в 1727 году Ньютон был, наверное, самым известным человеком в Европе. Судя по всему, малоизвестная, темная сторона личности Ньютона нашла свое выражение в его многочисленных бумагах с исследованиями, которые были так долго скрыты от глаз ученых и специалистов. Считается, что в этих текстах содержится неканоническое толкование Библии и весьма своеобразное толкование божественной сущности. Ньютон был знаком со священным писанием гораздо лучше многих теологов своего времени. Он считал, что в Библии заключена древняя мудрость, которую должны обязательно стараться постичь ученые и адепты натуральной философии. Есть мнение, что Ньютон, который никогда не был женат и, по-видимому, ни с кем не имел близких отношений, надеялся использовать свои способности к точным наукам для расшифровки библейских тайн. В основе официального христианского вероучения лежит догмат о троице. Бог-отец, сын и святой дух равны, то есть Бог един в трех лицах. Ньютон, всю жизнь остававшийся независимым в своих воззрениях, отрицал этот догмат, основываясь на собственном толковании Библии. Ньютон был антитринитарием, что в Англии 17 века считалось противозаконным. Важно понимать, что Ньютон никогда не считал себя еретиком. Напротив, он верил в то, что является глубоко верующим человеком, сторонником истинного христианства. С риском для жизни Ньютон продолжал исследовать библейские тексты. Его рациональный ум интуитивно выявлял закономерности, противоречия, ключевые даты. Ученый методично перегруппировывал различные числа, считая, что в них закодировано сообщение от самого Бога, поставив перед собой цель установить связь между различными временными периодами, вдохновленные своей миссией Ньютон, долгие годы изучал библейские тексты, вычисляя точную дату конца света. Он, как, наверное, никто другой за всю историю человечества, умел концентрироваться на проблеме и работать над ней до тех пор, пока не доберется до самой сути. Ньютон использовал математические формулы, полученные на основе библейских текстов. Здесь особенно важны три даты, с которых, по мнению Ньютона, и начнется Армагеддон. В Библии сказано, что роковые события произойдут на Святой Земле и в конечном итоге приведут к возвращению Антихриста в Древний Храм, после чего наступит конец времен. В недавно обнаруженных бумагах Исаака Ньютона содержится прямое указание на катастрофу, которая должна произойти уже в наше время. Ученый считал, что конец света наступит в 2060 году. Поразительно, что это зловещее предсказание сделал гениальный ученый, основываясь на библейских текстах. Неужели ему удалось рассчитать точную дату конца света? Можем ли мы, исходя из расчетов Ньютона, сделать вывод, что Святую Землю уничтожит ядерный апокалипсис? Вот что писал сам ученый. Несколько человек, избранных Богом, могут задаться целью истово и честно искать истину. Историки утверждают, что Ньютон неустанно в течение многих лет изучал Библию. Считается, что сильнее всего его интересовали книга пророка Даниила и откровения Иоанна Богослова. В этих текстах говорится о конце света, последней битве между Христом и Антихристом и окончательной победе добра над злом. Ньютон с огромным интересом изучал эти источники. Он читал древние тексты, стих за стихом, сравнивал различные символы и старался выработать целостную картину. Ньютон считал откровение относительно точной историей событий с эпохи жизни Христа до его Второго пришествия. По мнению исследователя, это временной отрезок длиною в 2000 лет. Ньютон не сомневался в неизбежности апокалипсиса, поскольку верил, что тот предсказан в нескольких библейских отрывках, которые, с точки зрения ученого, носили пророческий характер. Достаточно установить верную связь между закодированными в этих фрагментах сообщениями, и мы узнаем точную дату апокалипсиса. Ньютон полагал, что библейские пророчества являются постановыми. Ньютон называл эти откровения Библии историей будущих событий. Что он хотел этим сказать? Думаю, ученый имел в виду, что библейские предсказания, помимо всего прочего, повествуют о будущих событиях. То есть это как бы исторические факты, записанные за несколько веков до того, как они произойдут на самом деле. Считается, что Ньютон начал расшифровку библейских пророчеств с отрывков, в которых рассказывается о храме Соломона. Фрагменты о храме являются главной точкой отсчета для всех вычислений, связанных с концом света и 2060 годом, временем, когда наступит Армагеддон. Храм Соломона вообще был своеобразной фиксацией Ньютона. Он досконально изучил всю доступную информацию об этом строении и сопоставил ее с библейской хронологией. Исследователь пытался найти ответы на вопросы, связанные с божественным присутствием в мире. Для Ньютона древний иудейский храм являлся ключом к устройству мироздания. Речь идет о самом первом храме Соломона, который был построен в Иерусалиме примерно за тысячу лет до нашей эры и через 400 лет был разрушен во время Вавилонского нашествия. Через 70 лет на руинах первого храма был возведен второй, и, как сказано в Новом Завете, именно его посетил Христос. Но и это строение было разрушено, на этот раз уже римлянами, в 70-м году нашей эры, когда они вытесняли евреев из Иерусалима. Ньютон заинтересовался храмом Соломона еще по одной причине. Он считал, что незадолго до конца света его отстроят заново. В Библии сказано, что перед Армагеддоном евреи вернутся на свою историческую родину, Святую Землю, и в последний раз отстроят свой храм. Видимо, Ньютон решил, что если основательно изучить строение храма, можно лучше понять зашифрованный смысл Откровения Иоанна Богослова. В книге Откровения сказано... Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Для Ньютона Откровение Иоанна Богослова было историей христианства с момента распространения правды Христа до ее постепенного искажения католиками, верующими в Троицу. В книге Откровения Бог предрекает, что после восстановления храма произойдет ряд ужасающих событий, и увенчаются они Армагеддоном. Последней битвой, которая, по-видимому, разрушит наш мир. Далее в Откровении говорится следующее. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Здесь имеется в виду, что перед концом света Иерусалимский храм будет отстроен заново, причем на основе тех же чертежей, что и прежние его версии. Именно поэтому важно четко понимать все нюансы его инженерного воплощения. Ньютон, считавший, что храм Соломона был построен строго по божественному плану, потратил многие годы на то, чтобы на основе библейских текстов создать сложные чертежи и математические формулы. Ученый непрерывно размышлял об архитектуре храма, убежденный, что ему откроется смысл сакрального творения, тайна возвращения евреев в Израиль и, наконец, загадка конца света. Мы привыкли думать, что апокалипсис прежде всего связан с последними днями Земли. Но буквальное значение этого слова — это срывание покровов, полное откровение, раскрытие пророчества, увиденного Иоанном на острове Патмос. Для Ньютона откровение было прежде всего историей христианства. По-видимому, ученый верил, что именно в Библии скрыт ключ к тайне Армагеддона. К примеру, в книге пророка Даниила сказано, что первым шагом к финальной катастрофе станет возвращение еврейского народа в Иерусалим. Согласно общепринятой интерпретации, Даниил утверждал, что в определенный момент в будущем еврейский народ вернется на свою историческую родину. Пророк даже называет конкретное число дней. Принято считать, что на самом деле Даниил имел в виду не дни, а годы. Так в одном месте упоминается число 1290. Итак, у нас есть число — 1290 лет. Именно столько времени должно пройти до момента, когда еврейский народ вернется на свою историческую родину. Но с какой временной точки нужно начинать отсчет? Ньютону предстояло разобраться в том, какую же дату нужно взять за основополагающую. Всю свою жизнь исследователь экспериментировал с различными датами. По одной из его версий, точкой отсчета мог быть 609 год. В 609-м Римская империя уступила часть своих полномочий церкви. Прибавив к этой дате 1290, мы получим 1899 год. Именно в это время сионизм становится массовым движением. Его главная цель — возвращение еврейского народа на его историческую родину, в Святую Землю. Примерно в это же время, в 90-е годы 19 века, был созван первый сионистский конгресс. Так что здесь содержится явное указание на движение сионизма. Некоторые считают, что Ньютон верно выбрал точку отсчета для периода в 1290 лет. В последней главе книги пророка Даниила называется еще одно число — 1335. Прибавив его к той же точке отсчета, мы получим 1944 год. В некоторых интерпретациях книги пророка Даниила упоминается 1944 год. Безусловно, это было важное время для еврейского народа. Окончание Холокоста и Второй мировой войны. Падение Рейха. Во многом благодаря этим событиям через 4 года возникло государство Израиль. Ну а как насчет самого апокалипсиса? На расшифровку этого пророчества Ньютон потратил гораздо больше времени, чем на работу с остальными предсказаниями. Ньютон сравнивал между собой различные библейские отрывки, посвященные апокалипсису, и пытался выработать общую картину. Он также составил несколько любопытных апокалиптических диаграмм. Ученый в хронологической последовательности выстроил все важные события, которые смог найти в откровении Иоанна Богослова. На диаграмме Ньютона отсчет времени начинается сверху и идет вниз по направлению к апокалипсису. В нижней части помещен ряд событий, которые чаще всего ассоциируются с концом света. Это воскресенье, последняя битва между добром и злом, возвращение еврейского народа в Израиль и восстановление храма Соломона. Стремясь вычислить точную дату конца света, Ньютон обратился к последней главе Ветхого Завета и книге пророка Даниила. Когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как клялся он живущим во веке, что к концу времени и времен, и полвремени. Выражение «к концу времени и времен, и полвремени» встречается и в Откровении Иоанна Богослова. И даны были жене два крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Историки считают, что Ньютон придавал этим пророчествам особое значение. Так что же, по мнению Ньютона, означает выражение «время, времена и полвремени»? Я думаю, он полагал, что «время» означает «год», «времена» — два года, а «полвремени» — полгода. Ньютон считал, что в книге Даниила год состоял из 360 дней, так что в сумме получается 1260 дней. В свою очередь, не обозначали годы. Вот такая оригинальная концепция. Продолжая анализировать текст Откровения Иоанна Богослова, Ньютон, наконец, приблизился к определению даты начала апокалипсиса. В последние годы жизни он, по-видимому, остановился на еще одной точке отсчета — в 800 году нашей эры. Это был особенно важный период в истории Европы и Церкви. В этом году Папа Римский провозгласил Карла Великого императором государственного образования, которое впоследствии превратилось в Священную Римскую империю. Коронация его состоялась в 800 году, на Рождество. Так что здесь мы видим установление политической системы, которая просуществует больше тысячи лет. Прибавьте число 1260, вычисленный Ньютоном отрезок времени до Армагеддона, к 800 году, когда Карл Великий становится императором Священной Римской империи. И у вас получится 2060 год, дата апокалипсиса. Вот что по этому поводу пишет сам ученый. Время, времена и полвремени не заканчиваются ни до, ни после 2060 года. Для Ньютона эта дата была достаточно абстрактной, ведь он прекрасно понимал, что так долго он не проживет. Хотя Ньютон считал, что ему удалось вычислить точное время и место конца света, он прекрасно понимал, что не доживет до этих событий. Ученый распорядился, чтобы его документы содержались в тайне и не были обнародованы до его смерти. Ньютон так и не узнал, смогут ли его открытия предупредить человечество о грозящей ему гибели. Один из величайших ученых в истории человечества, Исаак Ньютон, предсказал наступление конца света в 2060 году. Основываясь на числах из книги пророка Даниила и откровения Иоанна Богослова, исследователь определил дату начала событий, за которыми должен последовать апокалипсис. Некоторые считают, что роковые для человечества катастрофы произойдут в наше время и станут своеобразным катализатором Армагеддона. Историки утверждают, что Ньютон по какой-то причине стремился сохранить свое открытие в тайне. Надо отметить, что ученый был далеко не единственным мыслителем, который в конце 17-го и в начале 18-го веков сделал пророческие заявления. 17-й век вообще был особенным периодом и не только из-за множества предсказаний, сделанных в то время. Настроения в Европе царили самые мрачные. Многим конец света казался неизбежным и ожидали его очень скоро. Специалисты считают, что Ньютон создавал свои пророчества не для современников, а скорее для потомков. Тех, кто будет жить в 2060 году, когда и наступит Армагеддон. Ньютон писал для людей будущего. Окружавшие ученого люди никак не могли быть героями его пророчеств. Ньютон мог опасаться еще и того, что его вычисления могут быть приняты за плод больного воображения. Это отчасти подтверждается его поведением. К тому же ученый искал в Библии не только ключи к апокалипсису. Он тщательно изучал Библию, стремясь отыскать скрытую в священной книге алхимическую формулу, которая позволила бы превращать в золото обычные металлы, вроде свинца. К 18 веку алхимию повсеместно считали выдумкой шарлатанов, занятием, недостойным для людей науки. И тем не менее Ньютон, один из толпов рационализма, был совершенно искренне увлечен алхимией. Он занимался этой оккультной дисциплиной как минимум 30 лет. Сохранились тетради ученого с записями результатов нескольких сотен алхимических экспериментов. Увлечение алхимией может означать, что вера Ньютона в библейский код апокалипсиса была всего лишь свидетельством эксцентричности ученого. В таком случае гипотеза о хронологии конца света, скрытой в откровении Иоанна Богослова, вызывает сомнения. По иронии судьбы, под конец жизни Ньютон был назначен главой Монетного двора Британского королевства. В его профессиональные обязанности также входила довольно зловещая процедура. Он регулярно отправлял на виселицу фальшивомонетчиков. Возможно, это усилило интерес ученого к последнему суду Бога над человечеством. Ньютон писал. Гравитация объясняет движение планет, но не объясняет, кто же заставил планеты двигаться. Бог управляет всем и знает все, что есть и все, что будет. Из-за своей одержимости расчетами даты конца света Ньютон прослыл адептам черной магии и еретиком. Он, как и подавляющее большинство людей того времени, считал, что пророчества из книги Даниила и Откровения Иоанна Богослова нужно понимать буквально, и конец света наступит. В книге Откровения сказано. «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Ньютон верил, что библейские пророчества подлежат интерпретации, которая может быть вполне научной. Что же двигало Ньютоном? Стремление понять замысел Бога, научный поиск или неуравновешенная психика? Были разнообразные исследования Ньютона, как-то связаны между собой, или каждая разрабатывалась самостоятельно? Этот вопрос долгие годы занимал умы специалистов. Недавние открытия историков позволяют предположить, что такая связь все-таки была, а целью всей жизни Ньютона был поиск Бога. Эксперты считают, что для Ньютона его пророчества были самым главным и, возможно, самым опасным из достижений. Может быть, именно поэтому ученый распорядился, чтобы после его смерти не были опубликованы работы, посвященные коду апокалипсиса. 1727 год. Англия. Лондон. Исаак Ньютон умирает, скорее всего, отравившись ртутными парами. Вскоре после его смерти бумаги с апокалиптическими пророчествами таинственным образом исчезают. В течение двух веков почти никто не знал об их существовании. Был ли это заранее обдуманный ход, часть плана ученого? После смерти Ньютона его бумаги упаковали и отправили в один особняк графства Хэмпшир, где они пролежали целых 200 лет. За это время практически никто не имел к этим документам доступа. Затем бумаги также неожиданно появились в Лондоне. В 1936 году они были выставлены для продажи на аукционе Сотбис. Одним из покупателей оказался крупнейший экономист 20-го столетия Джон Мейнард Кейнс. Наверное, Кейнс рассудил, что любой продукт ума Ньютона вполне достоин сохранения и изучения. К тому же финансист опасался, что рукописи Ньютона могут оказаться рассеянными по всему миру. И что тогда делать? Вторую часть документов приобрел бизнесмен и ученый Авраам Яхуда. Авраам Яхуда был палестинским евреем с юности, одержимым библейскими пророчествами. Возможность ознакомиться с исследованиями ученого такого масштаба, как Ньютон, иначе как уникальный не назовешь. И Яхуда ею воспользовался. Впрочем, никаких комментариев к этим записям он потомкам так и не оставил. Новые владельцы по каким-то причинам не стали публиковать рукописи при своей жизни. Прошло более 50 лет, прежде чем эти бумаги были обнародованы. Яхуда хранил у себя записи Ньютона до самой своей смерти в 1947 году, а завещал он их молодому государству Израиль. Поэтому сегодня они хранятся в Иерусалиме. Разумеется, это не более чем совпадение, но насколько все-таки поразительное совпадение. Образование государства Израиль, где, как считал Ньютон, должно осуществиться его предсказание, само по себе является исполнением библейского пророчества. А значит, оно могло быть одним из событий, которое, по мнению верующих, запустит механизм конца света. Бумаги Ньютона были опубликованы в начале 70-х годов 20-го века, а изучать их начали не раньше конца 80-х или даже начала 90-х годов. Теперь, когда библейские пророчества Ньютона наконец стали достоянием общественности, можно задаться вопросом, насколько они точны. Вычислил ли ученый точную дату возвращения еврейского народа в Израиль? И точно ли он определил другие признаки приближающегося Армагеддона? Ответить на эти вопросы нам помогут три важные даты. Существует календарь Армагеддона, созданный три столетия назад на основе библейских пророчеств. Это работа Исаака Ньютона, втайне проделанная им на самом пике научной карьеры. Сегодня оригиналы рукописей хранятся в стране, которую некоторые считают самым святым местом на Земле. В Израиле. Возможно, зловещие предсказания Ньютона находят свое подтверждение уже сегодня. По мнению ученого, все великие события конца света, битвы Армагеддона, второе пришествие Христа и возвращение еврейского народа в Израиль должны произойти в 21 веке. Стремясь вычислить точную дату Армагеддона, Ньютон день и ночь работал над расшифровкой так называемого библейского кода. Его прогноз конца света — 2060 год. Видим ли мы сегодня какие-либо признаки приближающегося конца времен? И стоит ли искать их в регионе Ближнего Востока, как и предполагал великий ученый? Если бы Ньютон был сегодня жив и узнал об образовании государства Израиль, то он бы, скорее всего, сильно обрадовался и увидел бы в этом очень точное и надежное подтверждение библейского пророчества. Ведь это было мечтой всей его жизни. Ньютон считал, что еврейскому народу в божественном плане отводится особая роль. Стоит только вспомнить, что в заключительной главе книги пророка Даниила говорится о возвращении евреев в Израиль перед концом света. Ученый предсказывал также, что этому процессу поспособствует некое сочувствующее евреям государство. Ньютон писал, «Повеление вернуться в Иерусалим и отстроить его может исходить не от самих евреев, но от другого дружественного царства и будет предшествовать их возвращению из плена и сделает то возвращение возможным». К сожалению, мы точно не знаем, о какой стране идет здесь речь, потому что у Ньютона об этом ничего не сказано, но вполне возможно, что он имел в виду Великобританию. Эта страна во многом способствовала образованию современного Израиля, а Соединенные Штаты первыми официально признали новое государство. Я склонен считать, что если бы Ньютон был сегодня жив и своими глазами увидел возвращение евреев на Святую Землю, он бы приятно удивился. Специалисты считают, что возвращение еврейского народа на Святую Землю напрямую связано с сионистским движением 90-х годов 19 века. Год его образования это одна из ключевых дат, которыми Ньютон пользовался, вычисляя время Армагеддона. Государство Израиль было создано после Второй мировой войны, которая, как известно, закончилась в 1945 году. Тут уместно вспомнить про 1944 год. Это еще одна дата, выявленная Ньютоном при помощи книги пророка Даниила. По мнению ученого, об Иерусалиме говорится и во многих других библейских пророчествах. Не будет преувеличением сказать, что для Ньютона Иерусалим был важнейшим городом на Земле. Он рассматривал его не просто как столицу иудейского государства времен Давида и Соломона, но и как центр будущего царства Господня. Израиль, 1967 год. Всего за шесть дней израильские войска одержали победу над вооруженными силами трех арабских государств. Израиль отвоевал значительную часть территории и самой важной ее частью был Восточный Иерусалим. С незапамятных времен этот участок земли площадью в 70 квадратных километров находился в руках мусульман. Иногда считается, что события 1967 года являются воплощением библейского пророчества о возвращении еврейского народа в Иерусалим. Когда в начале VII века в Иерусалим пришли мусульмане, там была лишь пустошь. Паломников прежде всего интересовало место, с которого, как они считали, вознесся на небо пророк Мухаммед. Сегодня на этом месте расположен купол скалы. Это одна из самых главных мусульманских святынь и одновременно место, играющее ключевую роль в пророчествах Ньютона. Купол скалы был возведен на храмовой горе, как и разрушенный в древности храм Соломона. Именно здесь, как считал Ньютон, произойдут события конца света. Ньютон интересовался этим строением еще по одной важной причине. Он считал, что незадолго до конца света храм будет отстроен заново. В Библии сказано, что перед исходом времен еврейский народ вернется в Израиль и отстроит свой храм в последний раз. Для Ньютона Иерусалим был прежде всего столицей еврейского народа. Ученый также считал, что заново отстроенный храм будет играть в исторических событиях конца времен ключевую роль. В этом месте встречаются три мировых религии христианство, ислам и иудаизм. Уже более полувека здесь пылают невиданные религиозные страсти и происходят мощные волнения. Не исключено, что строительство храма Соломона спровоцирует конфликт, который затронет государство Ближнего Востока, а быть может и всего мира. Мусульмане очень дорожат своей святыней, так что любые разговоры о том, чтобы разрушить купол скалы и мечеть Алякса, а на их месте построить иудаистский храм непременно вызовут гнев мусульман. Подобная акция вполне может привести к Армагеддону. Ньютон считал, Бог создал мир, поэтому он вправе его и разрушить, как это описано в Откровении Иоанна Богослова. Верующие считают, что многие события, указывающие на приближение апокалипсиса, уже произошли, как и предостерегала хронология Ньютона. Означает ли это, что священная храмовая гора является местом последней битвы Армагеддона? Ответ на этот вопрос может быть связан с появлением самой темной библейской силы. Антихриста. 2003 год. Англия. Лондон. Секретные бумаги знаменитого ученого Исаака Ньютона наконец попали в руки исследователей. В этих записях предсказано, что в 2060 году наступит конец света. Ньютон чувствовал, что он обладает исключительным интеллектуальным даром проникновения в суть вещей и явлений. Но его интересовало и другое, духовное измерение. Библейские откровения казались ученому магическим кодом, который надо расшифровать. Вероятно, Ньютону было интересно прочитать интерпретации его записей на эту тему, сделанные современными учеными. Так является ли рост насилия и нестабильности на Ближнем Востоке случайностью? Или это предвестие будущих событий, божественного плана, который предвидел Ньютон? Ученый писал Падение империи зла, конец плача и страданий, возвращение еврейского народа и установление вечного царства. События, которые предрекали Ньютон, Нострадамус и многие другие провидцы, описаны и в Откровении Иоанна Богослова. Горе, горе, горе живущим на земле. Многие считают, что сегодня происходит сближение прошлого с настоящим и уже готов фундамент для конца света. Стоит отметить, что Ньютон, веря в возвращение еврейского народа в Израиль, считал также, что когда все это произойдет, получит подтверждение библейское пророчество. Для великого физика Библия всегда оставалась главным духовным ориентиром. Во многих пророческих текстах, будь то Библия, четверостишья Нострадамуса или работа Исаака Ньютона, приближение конца света связано с одной важной фигурой. Ее появление нужно ожидать после возвращения еврейского народа на святую землю. Речь идет об Антихристе, который, как сказано в Библии, объединит всех под эгидой лживой религии. И после этого наступит конец всему. Ньютон писал, «Установление личности Антихриста занятие отнюдь не праздное. Это великая историческая необходимость». В Библии сказано, что за появлением Антихриста последуют и другие судьбоносные события. Второе пришествие Христа, вознесение праведников и, наконец, последняя битва между силами добра и зла Армагеддон. Библия обещает, что в какой-то момент право Антихриста на царство будет оспорено и начнется Великая Битва, в которой будет участвовать Христос и силы добра. Они одержат над Антихристом победу в долине Мегиддо, а затем последний очистительный огонь разрушит привычную нам землю и, как считал Ньютон, превратит ее в падающую звезду или странствующую комету. Сегодня апокалиптические представления Ньютона разделяют многие христиане. С их точки зрения выводы ученого являются неоспоримым свидетельством того, что второе пришествие Христа настолько близко, что многие из нас вполне могут до него дожить. Если следовать этой теории, перед вторым пришествием Христа должны произойти три ключевых события. первое это возвращение евреев на Святую Землю, что, как известно, произошло в 1948 году, когда было образовано государство Израиль. Второе взятие евреями и Иерусалима, что и случилось в 1967 году, во время шестидневной войны. Третьим будет восстановление первого храма. Те, кто верит в грядущее пришествие Христа, поддерживают и гипотезу Исаака Ньютона, согласно которой Бог предназначил еврейскому народу особую миссию запустить механизм конца света. Из-за подобных взглядов Ньютона иногда называют одним из первых вдохновителей сионизма. Согласно христианскому сионизму, возрождение еврейского государства является исполнением пророчеств Библии. И так будет проповедоваться истинное Евангелие. И будет Вознесение и состоится Великая Битва Армагеддона. И храм будет отстроен заново. Все эти апокалиптические события, по мнению Ньютона, должны произойти около 2060 года. Разумеется, мы не можем с полной уверенностью утверждать, что история человечества закончится в 2060 году. Однако эта дата неумолимо приближается, а религиозные конфликты и войны все обостряются и число их растет. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. Хотя библейский Армагеддон традиционно связывают с невиданными разрушениями, историки считают, что Ньютон прежде всего думал о том, что произойдет после всех этих ужасов. По-видимому, ученого больше всего интересовал замысел Бога, то есть события, которые, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, относятся к периоду тысячелетнего царствования Бога на земле. И снова Ньютон обращается к книге Откровения. И Бог будет обитать с ними, и отрет он всякую слезу сочи, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Исаак Ньютон верил, что наука и религия когда-нибудь соединятся в полной гармонии. Для многих верующих пророчество 2060 года указывает на события огромной важности, которые произойдут уже в нашем веке. Итак, для Ньютона конец света был неизбежным, научно подтвержденным событием. Но я все же рискну предположить, что человек, так много сделавший для развития науки и цивилизации в целом, видел в апокалипсисе не просто конец всего живого. Скорее всего, речь идет о духовном перерождении, выходе на иной уровень восприятия мира и своего места во Вселенной. Нам остается лишь ждать и наблюдать. Только время покажет, станет ли 2060 год финальной точкой в долгой истории человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова